Прямое общение с людьми не заменит ничем. Вы сказали, что мы там все интернет любим, это правда. Но интернет-то интернет, это отдельный мир. И тот, кто полагает, что весь мир сконцентрирован в онлайне, тот очень сильно ошибается. Мы живем в оффлайне все, если выражаться интернет терминологией. Это гораздо более интересный мир, и это реальный мир. С его проблемой. Почему я об этом говорю? Потому что зачастую возникает абсолютно искаженная картина. И применительно к Единой России, и применительно вообще к политической ситуации, к общественной жизни. Фантомные вещи вылазят на первый план. И такое ощущение, что вся страна думает только об этом. Я вам не буду говорить, что я имею в виду. Вы и сами знаете, что я имею в виду. Откройте любой сайт, желательно оппозиционный, потому что он более рельефный. Хотя и такой, может быть, и прогосударственный ресурс откройте. И там будет набор тем. И вот если пройтись по ним, то возникнет ощущение, что мы только этим и занимаемся. А мы вообще этим не занимаемся. Нам надо плевать. Я имею в виду нам, всем гражданам страны, за исключением довольно узкой группы людей. Это не значит, что этих тем не существует. Но просто нужно обязательно отличать реальную повестку дня. Вот интернет повестки дня. За ней тоже надо следить. На конкурентных началах. Мне кажется, это символ обновления для всей партии. Я знаю, что вы прошли одно. У себя, значит, и представляете разные регионы. Я не буду вас допрашивать по поводу ваших. Но тем не менее, мне было бы просто интересно понять, какие у вас были мотивы, когда вы решили сами попробовать свои села. И чего вы боитесь, чего не боитесь. Ничего не боитесь. Рассчитывайте именно на победу. Хотя, наверное, рассчитывайте, иначе вы не сидели напротив меня. Партии правительства, что называется, в стране знают. Но это совсем другое общение. Принципиально другое. И оно не дает того, что дает личное общение. Возможно, что-то услышать, самому задать вопрос. Обычно это делается. Ну, естественно, присутствует. Я не буду всю программу, я буду коротенько, действительно, насыпать.